Всем привет! Продолжаем гулять по миру. Хочу вам показать базилику Санта-Мария-Маджоро. Она находится в Риме. До нее можно проехать на метро, надо выйти на станции Термини, а там, в общем, пешком недалеко. Это одна из четырех папских базилик. Главная особенность этих храмов – это наличие святой двери, которая открывается только раз в 25 лет. И папский алтарь, где в юбилейный год проводится особое торжественное служба. Да, действительно, святые ворота открываются раз в 25 лет для паломников. По легенде, тем, кто пройдет через врата с истинной верой, будут отпущены грехи. И вот в следующий раз святые ворота откроют в 2025 году. Базилика де Санта-Мария-Маджоро окружена флером легенд. Когда выбирали место для строительства церкви, Либерию – это один из римских епископов. Приснился сон, что к нему явилась во сне Пресвятая Дева Мария. Повела его за руку к месту на холме и сказала, что надо здесь построить храм. И здесь на утро ляжет снег. Точно такой же сон, повторенный до мельчайших деталей, приснился еще одному человеку, богатому римляну – Джованни Патрицию. И надо сказать, что храм был построен на его деньги позднее. Так вот, проснулся Либерий, стал спрашивать, не выплыл ли снег. Конечно, все обалдели. Это была лучшая сторона для окружающих. В вечном городе ему это снега нет. А летом-то тем более. Но вскоре люди с удивлением выяснили, что снегом укутан весь Эксвилинский холм. Там в 352 году, 5 августа, был заложен первый камень в фундамент новой церкви. Санта Мария Маджоре. Первоначальное название церкви – это церковь Божией Матери по снегу. Но после строительства получила новое название – Санта Мария Либерианна. Бог как раз по имени епископов Либерия, который построил эту церковь. Позднее же в храм была привезена реликвия кусочек ясли. Ее стали называть Санта Мария Пресеппи. Это Мадонна с яслями. А при подготовке к Кефецкому собору в Риме в 431 году церковь была переименована в Санта Мария Маджоре. Это вот такое ее название. Окончательное. Но Маджоре означает «большое величественное». Кстати, Санта Мария Маджоре, как базилик, является больше из всех 80 церквей и базилик Рима. В базилике есть традиция – ежегодно в день 5 августа прихожан насыпают лепестками белых роз на входе у базилика. В память о том дней, когда выпал снег летом на этот Эксвилинский холл. В 1740 году был достроен фасад с высоким портиком и лоджии автор-архитектор Фердинанда Фуга. В этой лоджии на одной из стен сохранился декор, который датируется началом XIV века. Надо сказать, что мозаичные картины этой церкви являются одними из самых древних в Риме. Оригинальные мозаики сохранились на боковых стенах в триумфальных арках. На мозаиках триумфальной арки – картины из жизни Христа, а также изображения евангелистов и апостолов Петра и Павла. Центральный нефт инкрустирован золотой узорной мозаикой и мозаичными цветными картинами еще при Папе Сиксте III. Санта-Мария-Маджоро – это центр празднования католического Рождества. Верхний свод нефа опирается на 36 колонн, а в центре нефа на четырех колоннах расположен огромный балдахин, автор работы Фердинанда Фуга. На главном престоле под полнохином покоится саркофаг, в котором находятся мощи святого Матфея. Это одна из почитаемых христианских реликвий Рима. Здесь же находится папский алтарь. Он называется так, потому что только Папа Римский может проводить здесь мессу, что и случается раз в год. А именно 15 августа, когда отмечается День Успения Богородицы. Ну и, как я уже говорил, здесь находится одна из самых почитаемых христианских реликвий, представляющие собой пять небольших кусочков деревянной кормушки, куда после своего рождения был положен младенец Иисус. Эту святыню привезла в Рим империатрица Елена. Она внесла незначительный вклад в развестие христианства. Нет, раз в месяц 25 числа святыню открывают для посетителей, чтобы все могли поклониться ей. Ну, что тут еще внутри? Здесь захоронен Папа Пип Пятый, святой Иероним, который является автором перевода Библии на латинский язык. Я воспроизвожу текст из Википедии. Для отделки из потолка использовалось золото, которое было привезено из Пьеру после открытия Нового Света. А позже подарено королями испанскими Фердинандом и Изабеллой Папе Римскому Александра Боджа. Патолог Базилии. Кессонированный. Кессон – это такие углубления прямоугольной формы между балками и перекрытиями из дерева. Был создан в 15 веке по заму своего архитектора Джулиана Десангала. Пол тоже является произведением искусства. Выложен из ценного мрамора пяти различных пород и цветов в виде сложных геометрических узоров. Такая техника была придумана семейством Космати, который предположительно является авторами работы в Базилии. Орнаменты выложены из кусочков мрамора. Космотека так называется. Три капеллы в церкви. Сикстинская капелла, капелла Баргезе и капелла Сфорца. Сикстинская капелла, это роскошная капелла, была построена по приказу Папы Римского Сикста V. Здесь в этой капелле похоронены сам Сикст и Папа Пий V. Их могилы украшают величественные надгробия. Икона Божьей Матери, спасение народа римского. Автором которой по преданию является сам апостол Лука. И в общем интересно, ученые производили анализ иконы углеродной. Оказалось, что ее возраст почти 2000 лет. Именно эта икона послужила причиной избавления Рима от нашествия чумы. Папа Пий V лично прошел с молитвами от базилики до собора святого Петра, держа в руках эту икону. И чума скоро отступила от великого города. Говорят, что сам Микеланджело Буанаротти тоже принимал участие в строительстве капеллы, которые здесь находятся. Но в общем документально подтверждением этого факта не нашлось. Кстати, в базилике существует еще подземное помещение, где находится музей истории самой базилики. Но попасть туда можно только по предварительной записи. Ну вот, собственно говоря, и все, что я нашел в Википедии. Посмотрите, пожалуйста, внутреннее убранство этой базилики. Я пофотографировал немножко, сделал видео. Конечно, это не может передать того, когда ты сам внутри ощущаешь эту старину, намоленное место. Надо отметить, что, в общем, практически в каждой церкви в Италии, в Риме можно фотографировать, но желательно фотографировать без вспышки, потому что церковь – это же, как музей, не только место для людей религиозных. Ну и, конечно, туристов. Туристов есть огромное количество. Все фотографируют налево и направо. Но просто надо уважать верующих и не лезть в те места, где идет какая-то служба. Хотя эти места, как правило, огораживаются какой-то или лентой, или каким-то знаком. И желательно туда не заходить и не фотографировать, конечно. Конечно, в каждой церкви находятся произведения искусства, от которых просто обалдеваешь от красоты, от старины. И любая церковь – это как музей. Так, кратенько о базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Вот, все. Всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Показал вам базилик Санта-Мария-Маджоре. Находится время. Действительно, рекомендуется для посещения. Мое личное мнение. Ну, вот, собственно говоря, и все. Пока-пока, до свидания. Санта-Мария-Маджор Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова